поддержку канала чтоб снимал подобные видео народ всем привет в общем у нас будет видео по замене топ-кейса на macbook pro 151990 модель 2018 года вот новый с деком владелец сам заказал правильно сделал обрешетку то есть посылку то есть моя задача здесь заменить топ-кейс почистить от пыли заменить термопасту я вот только не знаю топ-кейс батареи или нет скорее всего здесь вздутая батарея но это не точно просто чувствую так у него значит тачбар не работает то есть он как-то моргает возможно заливался но опять же не точные кнопки протертые все особенно команд и левый shift но тачбар перестала работать если ты капельки изолития но я не знаю вроде он говорит что не заливался поэтому сейчас разберем увидим все просмотрим заменим почистим от пыли и заменим термопасту напоминаю вам что на канале есть плейлисты практически по каждой модели заходим плейлист выбираем свою модель плейлисты сделаны для удобства навигации среди данных видео также в плейлисты выбираем именно по году выпуска то что вас интересует апгрейд ремонт диагностика и так далее а мы продолжаем распаковываем нашу обрешетку с деком прислали скорее всего из москвы если я не ошибаюсь здесь в этой посылке но должен быть новый топ-кейс сейчас мы и аккуратно распакуем и посмотрим что там нам выслали то есть заверили что это действительно новый абсолютно новый топ кейс ни разу не использованный с новой батареи вот распаковываем он как раз нас в пупырки запаковали достаточно хорошо а теперь вот почему его и поменяли увидите этот тачбар как бы не работает то есть моргает при открытии также смотрите в каком состоянии клавиатуру ну конечно она устала также здесь видно что ранее делали гравировку так а вот он новый корпус реально новый буковки уже с кириллицами и с батарейкой вообще супер превосходно тут же стоят гарантийные пломбы это уже было содержание вот этот шлейф вот эти штучки не знаю для чего это здесь еще один может просто докидали змеевидный шлейф это для батарейки что тут еще есть и вот это еще тут пакете то что заглушка от кнопки ушки для батареи две штуки или три даже уложили ну то есть добавок так теперь начинаем разборку судя по всему у нас крышка натянутая как подушка а это значит что элементы батареи вздулись то есть батарея устала можно будет даже это без присоски приподнимать просто отщелкиваем и убираем нижнюю крышку сторону вы посмотрите какой грязный вот ни разу не обслуживался а еще до входе если вы видите у нас батарея беременная подушечки надуты видите здесь она уже начала шлиф клавиатуры рвать батарейка вздуты но еще не забывайте вовремя чистить от пыли и менять кормопаста на ваших любимых макбук один раз в год со дня покупки но учитывая какой климат при нашем климате нужно раз год освежать вот она крышка вот скорее всего стоял долгое время на зарядке перегревался батарея вздулась одна из причин напоминалка для всех пользователей не забывайте вовремя обслуживать чистить от пыли менять термопасту на ваших любимых макбук чтобы ваши батареи не вздувались чаще всего проблема встречается на восемнадцатом годе вздутой батареи на пятнадцатом годе выпуска ну прям часто их очень часто приносят со вздутыми аккумуляторами больше всех но это лично моя статистика приступаем к разбору чтобы снять нижнюю крышку понадобится отвертка пенталоп 1 и 2 миллиметра присоска и кусочек пластиковой карты внутри мы работаем в основном отверткой т5 и т4 это две основные а также понадобится боковой пинцет все необходимые отвертки я думаю все есть в наборе xiaomi виха 24 пикс единственное что там т8 по моему т7 нет вот т8 т8 нужно для того чтобы выкрутить винты петель дисплея вот но если нужно будет дисплей менять и потом сама отвертка может быть и не выдержит можно будет помогать ей проворачивать плоскогубцами вот выкручиваем все винты после того как сняли нижнюю крышку в первую очередь отстегиваем шлейф батареи то есть снимаем заглушку и выкручиваем винт широкой шляпкой и размыкаем контакты и далее уже можно будет по порядку все выкручивать все что видим вы можете подготовить для себя карту и запомнить что откуда выкрутили так как винты все разные и очень не отличаются после снятия материнской платы мы также выкручиваем винты и снимаем разъемы и из бисе нам также необходимо их потом дальнейшем почистить от мусора но не заляпан и закоксованы и не знаю засален все это все нужно будет потом очистить кулеры прикручены на 4 винта по краям винты белого цвета остальные черные запоминаем что справа и с левой стороны кулер один винт белого цвета далее выкручиваем миниджек снимаем убираем его в сторону на трех винтах светлых идет все три винта одинаковые потом переходим уже к нашей кнопочки вот кнопочка нужно будет поаккуратнее шлейф нужно будет заглушку черную отклеить и что получить доступ к шлейфу также он подключен кнопки как переходным шлейфиком будьте аккуратно извлекайте его не повредите хотя там в коробке был новый но лучше конечно поставить родной чаще всего все кнопку мы убрали теперь извлекаем переходной шлейф затем отверткой t7 выкручиваем по два винта с каждой петли оставляем по одному ну то есть срываем для того чтобы аккуратно извлечь дисплей затем отверткой t4 выкручиваем по два винта с каждого натяжителя они удлиненные кладем дальше потом выкручиваем обычные 4 винта на как на антенны модуль который прикручен он на управляющая плата дисплея затем берем отвертку пенталоп 0 8 миллиметров и выкручиваем все мелкие винтики на который прикручена антенна вай фай аккуратно и извлекаем убираем в сторону все дисплей свободный теперь остальные винты которые по одному остались мы также выкручиваем убираем в сторону но сперва наверно начнем с кнопочки сейчас быстро кнопочку сюда перекинем кнопку нажми до нужно кнопку нажать но очень начинаем с кнопочки точно так же мы ее перекручиваем позиционируем равномерно там кстати в пакете есть какие-то для кнопки специальные бумажечки для того чтобы ее выправить но мы на глаз сделаем все ровно все четко вот все закручиваем нашу кнопочку все готово и теперь нужно будет подцепить переходной шлейфик поэтому сразу его цепляем а потом заклеиваем на родной скотч который там был также я увидел что переходной шлейф есть комплекте и все мы его залепили а теперь заклеиваем заглушкой новенькой заглушкой не будем эту заглушку переносить за старого кейс и так сойдется когда и стола а теперь передосим дальше кулеры в витилятор охлаждение помните дальше то по краям витеки белого цвета сперва его закручиваем с одной стороны потом и с другой стороны очень аккуратно со шлейфами данных кулеров прикручиваем все это дело и готова а сегодня елизавета купила новые пластика мы его сейчас опробуем все наши засаленные разъемы очистим от крошек залить и потняков и не знаю чего-то там еще от окисление все прикручиваем разъемы для того чтобы убедиться что все равномерно нужно будет какой-нибудь шлейф и либо шнур обесточенный подсоединить с правой стороны и потом уже переходим на левую сторону так это что я забыл прикрутить mini джек сейчас его прикручу и уже точно так же второй разъем закоксованный зачищаем после чего берем зубную щетку чтобы удалить остатки крошек которые остались после эластика все готово теперь разъемы у нас новые и будет сразу схватывает заряд закручиваем также отверткой t5 все надеваем наш дисплей аккуратно чтобы наши шлейфы мусс управляющей платы не повредились и не поджались натяжители натяжители нужно будет удалить все аккуратно ватной палочкой и спиртом протереть все крошки убрать потому что иногда может возникнуть перетирание шлейфов и вследствие полоса на экране все теперь от центров им позиционируем дисплей по уровню корпуса равномерно его выставляем и только после этого закручиваем затягиваем наши винты все убедились что все ровно на нем теперь можно будет также очистить от крошек антенну вай фай аккуратно и и вставляем туда и фиксируем в центральной части теперь прикручиваем натяжители под шлейфами очень аккуратно не повредить и готова теперь можно будет вставить нашу антенну затем берем отвертку пенталоп 0 8 миллиметров и закручиваем пальчиком придерживаем ближе к корпусу фиксируем на нашей винтики их там много штук мелких равномерно все прикручиваем придавливая корпусу все почти готово дисплей мы установили теперь нужно будет закрутить на 4 центральной винта в этой модели восемнадцатого года они одинаковые семнадцатом году чуть-чуть отличались какие-то два были удлиненные какие-то два укороченные затем отверткой 5 выкручиваем с обратной стороны платы винты по диагонали для того чтобы заменить термопасту готова да просто уже давно устала за этот период уже восемнадцатого года уже несколько раз должна быть заменена здесь выкипело на центре здесь тоже уже почти под выкипел счищаем старую термопасту используя у меня кузовную щетку не жесткую аккуратно все счищаем имейте иду термопаста такая вещь когда попадает на одежду она министироваться поэтому очень аккуратно ваша задача почистить не по не поцарапать кристалл не сколоть не спеша зачищаем с чипа это же самое делаем на радиаторе охлаждения окрошки уже малярной кисточкой сметаем потом нужно будет обезжирить поверхность рекомендую использовать хорошую термопасту в нашем случае тортиком x4 также артиком x5 обезжириваем поверхности кристалла процессора и кристалла видео чипа и то же самое поверхности на радиаторе охлаждения обязательно после выдавливания шприца термопасты нужно ее как следует перемешать очень аккуратно и можно выполнить это отдельно на салфетке либо можно если опыт есть на самом кристалле чипа и все это сделать сделать все кладем вверх сверху радиатор точнее плату на радиатор и прикручиваем по диагонали как сейчас показано видео для удобства вот почти готова посту мы заменили потому что бедный бедолага был запыленный перегревался ну что 1817 год у них прям беда с перегревом все готово теперь можно будет нашу материнскую плату устанавливать новый топ кейс не торопимся не спеша позиционируем сперва плату не прикручиваем нужно будет подсоединить шлейф дисплея подключить зафиксировать также зафиксировать шлейфы и избиси разъемов ну то есть равномерно чтобы все это сошлось можно будет сразу даже прикручивать и избиси шлейфы шлейф touch bar это кстати в прошлом кейсе touch bar моргал при включении ну то есть он не работал все так же прикручиваем и на заглушку сразу шлейф дисплея потом с правой стороны прикручиваем два винта не заглушки и избиси разъемов мы как раз хорошенько почистили чтобы у нас сразу схватывал заряд полностью вот так вот кейс абсолютно новый батарея новая но на элементах стоят видимо это гарантийные пломбочки также на заводской скотч и кейс действительно оригинальный родной это видимо идет комплектный человеку удалось купить оригинальный скотч но не скотча топ кейс в общем он в отличном состоянии новая батарея то есть сразу заказали в москве посылку которая распаковывал выслали с деком вместе с обрешеткой ну чтоб надежным было вот очищаем все пылинки то что находим крошки позиционируем плату все зачищаем вообще крошки для данных макбуков это не очень-то хорошо потому что они попадают в отверстие дисплея перетирает потом шлейф дисплея потом мы получаем полосы на нашем дисплее поэтому регулярно данные макбуки следует чистить от пыли но в нашем случае один раз в год при нашем климате нужно будет вычищать от пыли и меня термпасту так все он собран что давайте дадим ему искру получилось первый старт обычно долгий у него так старт есть трекпад кликает ждем о супер пошла загрузка скорее всего батарея заряжена внутри которая но посмотреть я и не могу и со внешки не могу загрузиться потому что мне неизвестен пароль тут как обычно с 2018 года у всех юсб порты заблокированы чтобы никто не мог загружаться внешнего диска вот тачбар заработал тачбар работает подсветка клавиатуры работает супер сочный топ кейс на яркость заряд только не вижу на нем все ну-ка отстегиваем до заряд но примерно может 35 40 процентов на нем есть приблизительно прекрасно все теперь можно звонить владельцу да я отдавать все работает ну есть конечно не так в целом видно что все клавиши работает выключить пишите смело свои вопросы в комментариях под видео код барсик передает вам привет ну и также благодарю вас за регулярные донаты в поддержку канала загружайте свои видео с проблемой модели вашего мака и прикрепляйте у меня ссылку на это видео в комментариях под видео